Руководитель отдела разработчиков. Алексей, пожалуйста. Добрый вечер. Одной из самых активных команд компании Kairos. Одной из самых больших структур компании Kairos. Благодарю, что вы меня пригласили. Много приятных слов я себя услышал. Но не я, конечно, сам разработчик, а это работа большого количества людей, целой группы разработчиков, которые привлекаются как на какие-то определенные задачи временные, так и для выполнения постоянных задач работают в нашей компании. Очень рад вас всех приветствовать на данном вебинаре. И, наверное, начну с того, что месяц закончился. Насколько я вижу с точки зрения технической, выплата прошла успешно, никаких сбоев не было. Все, кто подали свою заявку на выплату, получили свои средства в полном объеме. Было какое-то количество людей, которые не были оплачены. Но тому была причина, либо неправильно оформленная заявка, либо не до конца понимания людей, например, как работает выплата по системе SWIFT, либо какое-то несоответствие лимитам выплаты. Ну, таких людей было буквально несколько человек на общей массе, и со всеми с ними, в общем-то, пообщались специалисты техподдержки, объяснили, ни в чем ошибка, и либо перейли их выплатную часть в другую систему, из той, в которой они хотели получить средства изначально, либо договорились с ними о переносе этой выплаты на следующий месяц. Так или иначе, я считаю, что такая массовая достаточная выплата этого месяца прошла успешно с технической точки зрения и с финансовой точки зрения. Хочу сказать, что у нас добавилось много методов проведения платежей, как через интеркассу, нам включили и за мастер-карт, и многие системы, которые изначально не включали, после того, как была проверена компания, были достигнуты все соглашения и были предоставлены все документы. На сегодняшний день тестируется оплата прямая через карты визор, мастер-карт, как раз ваша структура активно в этом тестировании участвует, и те, кто заполняли платежную форму, знают и видели, как это работает. В дальнейшем эта система будет переводиться полностью автоматически. Теперь остановлюсь о наших продуктах. У компании Kairos есть три продукта. серф, мейл и диск, которые работают на сегодняшний день. Многие из вас уже ими пользуются. Для розничного клиента они еще находятся в стадии бета-тестирования. Мы еще с ними разбираемся, устраняем некоторые ошибки. Для корпоративных клиентов они работают в полном объеме. Уже первый объект дан, и он запущен. Остальные объекты находятся на стадии запуска и разворачивания систем, интеграции с теми системами, которые у них существуют на сегодняшний день. Последний продукт – это телефония. Она тоже работает, но, к сожалению, пока я ей не позволяю отдать на тестирование уже вам, участникам сети, хотя это вопрос, я думаю, буквально нескольких недель, может быть, двух, когда она будет доступна. Она полностью работает на сегодняшний день. Но, по-моему, единственный вопрос, который мы заканчиваем, это полноценное шифрование связи, над которым мы работаем. Так как шифрование вопроса не самый простой, нужно достигнуть хорошего баланса между качеством связи, но при этом ее защищенностью. Вот этот вопрос мы, собственно, и отрабатываем. Но система тоже полностью разрушена и полностью в рабочем состоянии. Чем вас хочу порадовать? Это тем, что сегодня я вам не покажу то, о чем я говорю, но расскажу. Я получил полностью готовый прототип телефона с выводом, который для нас их делает полностью брендированный нашей компанией, полностью с прошивкой нашей компании. Это уже не те тестовые образцы, которые мы делали в своей лаборатории, когда мы заливали сами прошивку, когда мы сами тестировали, игрались, как будет выглядеть логотип на финальном устройстве. Нет, это уже первое заводское устройство, которое было выполнено. Которое я сегодня лично получил, я челом, и уже потрогал. Ну, к сожалению, не успел включить, так как начался данный вебинар. Завтра я начну уже тестирование. Я надеюсь, к следующему официальному мероприятию компании эти устройства будут уже в том количестве, в котором мы даже сможем их предоставить для финальной работы со структурами, лидером верхнего уровня, ну, самым выдающимся лидером нашей компании. Хочу сказать, что на самом деле, конечно, любой проект поднимать с нуля – это достаточно тяжелая задача. Я имею в виду не только техническую часть, а юридическую. Со своей стороны техническая, могу сказать, что сроки были поставлены, конечно, очень сжатые, но, тем не менее, мы вкладываемся, мы все успеваем. А, забыл сказать, буквально сегодня-завтра будет залита новая версия приложения. Для многих из вас, наверное, это будет менее радостно, но это приложение будет уже… Так как до этого дня многим начисляли деньги в полном объеме, независимо от того, насколько они проработали нужное количество времени в онлайне или не проработали. Это делалось с той целью, что нам нужно было отладить работу приложения. Часть людей участвовали в этой отладке. На сегодняшний день полностью понятно, как она работает, устранены все ошибки, и мы будем переходить уже на полноценное промышленное использование. Так что, пожалуйста, не пугайтесь и не удивляйтесь. Те, кто получал какой-то доход с приложения, тихо радовался и думал, что это нигде не учитывается, это не так. На самом деле мы прекрасно видим, кто и как работает, и мы переходим на полноценную работу в ближайшие дни. И время будет реально учитываться, трафик на ваших компьютерах будет реально отправляться. Тот, кто не запускал приложение, соответственно, не будет получать с него какой-то доход. Тот, кто работал в полном объеме, и так и будет продолжать работать в этом полном объеме, и все у него будет прекрасно. Хочу выразить большую благодарность многим людям, как в вашей структуре, так и некоторым из других структур, которые помогали мне в тестировании технической части, прислали логи со своих приложений, участвовали в тестировании работы карточных систем. Это действительно помогло существенно в разработке, потому как, когда в сервисную службу приходят одни жалобы, а выяснить проблему очень сложно, но, к сожалению, эта разработка затягивает. Когда было несколько десятков рабочих мест, в которых мы тестировали все наши системы, естественно, это дало положительные результаты. И мы, наконец-то, это все выводим полностью в работоспособную версию. Так что, я думаю, в ближайший месяц будет компания примет решение о проведении какого-то мероприятия, на которое вы, естественно, будете все приглашены. И на этом мероприятии много всего нового будет предоставлено. Кроме того, я знаю, что разрабатываются еще дополнительные продукты, которые будут поэтапно в течение года появляться в ваших кабинетах, модернизируется сам кабинет, устраняются недочеты, и учитываются многие пожелания по формированию структур, по отображению структур, по отображению статистики, так как некоторые вещи мы не могли учесть, например, как будет отображаться при таких больших структурах, как, например, у вас. И есть вещи, которые просто физически неудобны для работы. Мы это все, естественно, устраняем, заменяем, пользуемся вашим мнением, учитываем его, и надеюсь, что будет, ну, в ближайшее время вы получите уже полностью идеально работающую систему, как с точки зрения юзапирики, так и с точки зрения продуктов, всего остального. Ну, наверное, это все остальное, что я хотел сказать. Еще раз благодарю вас всех за присутствие здесь и сейчас. Я рад, что такое количество людей собралось. Знаю, что это не предел, так как была ошибка со временем. Ну, и то, что у вас очень большая и очень работоспособная структура, еще раз говорит о том, что количество людей на ваших вебинарах должно быть на порядок больше. Благодарю вас всех за внимание. До новых встреч!